МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На заседании Думского комитета депутаты обсудили работу Центра образования и строительства детского сада в 21-м микрорайоне. Последнее мировоздействие на чиновников. У здания администрации прошел одиночный пикет. Амплуа добрых сказочников. В Саровском драматическом театре стартовал новый проект. Далее расскажем обо всем подробно. Строительство детского сада в 21-м микрорайоне и работу Центра образования обсудили депутаты Городской думы на заседании социального комитета. Также речь шла о присвоении Нижнем Новгорода звания «Город трудовой доблести». Подробности в следующем репортаже. Уже второй год лицеи и гимназии нашего города не набирают детей в первой классе. Вместо этого ребята, которые живут на территориях, закрепленных ранее за статусными школами, идут учиться в Центр образования. В нем они получают начальное общее образование 4 года. Эту организацию создали, чтобы дать возможность школьникам всего города на общих основаниях поступить в лицеи и гимназию с 5-го класса. Подробнее о новой системе рассказала директор Департамента образования депутатам Городской думы. До тех пор, пока начальная школа присутствовала в лицеях и гимназиях, дети автоматически переходили с уровня на уровень. И таким образом возможности отбора индивидуального нет. Теперь наши ребята, которые поступили в Центр образования, отучились в первую очередь, через 4 года по окончанию начальной школы они все завершат обучение. И дальше в соответствии, либо с пропиской они пойдут по территории, которая будет закреплена, каждый дом будет закреплен за конкретно обязательной организацией, а лицеи и гимназии смогут реализовать право на индивидуальный отбор детей. Поступать в 5-е классы лицеев школьники будут по результатам вступительных экзаменов. Пройти эти испытания смогут дети со всех школ, приоритетов не будет. Первый раз систему применен в 2023 году, когда сегодняшние первоклассники Центра образования его закончат. Все школы заканчивают абсолютно одинаковые программы обучения начального общего образования. Вот с этим своим уровнем они приходят, и все, что они имеют, это их багаж. И дальше различные формы испытаний, это же не решение, а просто пример. Это в том числе нестандартные задачи. И поэтому никто, конечно же, готовить и разрабатывать это целенаправленно не будет. Потому что каждый ребенок, он все равно проедет, если это есть. Это все равно есть, поэтому один из вариантов, который все равно будет учитываться, это портфолио детей. Благодаря новой системе ажиотажа в Центра образования нет. В этом году большой популярностью у родителей первоклассников пользуются школы нового района. Не нужно ориентироваться только на внешние признаки, скажем, внешние признанные характеристики. Да, лицея и гимназия не вопрос. Но у нас прекрасные школы, прекрасные педагоги в других школах. Да, у нас в этом году 17-й школа набирала три класса, она переполнена. 16-й, 4-й она полностью закрывает. 11-й, 4-й она закрывает. И это потому, что действительно народ туда идет. Поэтому нет, на сегодняшний день у нас, я хочу сказать, 13-й школа, это очень резкое повышение. Имиджи на сегодняшний день, и у нас нет, если раньше у нас были вопросы с набором, то вопросов с набором нет. И не просто с набором нет, туда дети стремятся идти и так далее. Поэтому здесь, вот с точки зрения Имиджи, мы однозначно на это работаем. Также депутаты обсудили строительство детского сада в 21-м микрорайоне. На этой территории построено несколько новых домов, но инфраструктуры нет. Вопрос решается уже несколько лет. В генплане обозначено место, где должен быть детский сад. Финансировать его строительство должно было Министерство обороны, но деньги выделить оказалось невозможно. Заявлено проектирование, конкурс разыгрывается на проектирование детского сада на 180 мест в 22-м микрорайоне. Как только это проектирование будет закончено, войдем в областной бюджет с обращением для софинансирования и будем строить садик. Самый оптимальный вариант на сегодня – войти в областную программу строительства детских садов. Городские власти продолжат работу в этом направлении. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. У здания администрации прошел одиночный пикет. Представитель одной из организаций Сарова, которая выступала в качестве субподрядчика при реконструкции лыжной базы и парка имени Зернова, требовал выплатить его компании, обещанной за работу деньги. По словам мужчины, общая сумма задолженности передовой фирмой – около 600 тысяч рублей. Подробности далее. Практически месяц Владимир Токарев и его коллеги пытаются добиться выплаты денег, которые им обещали за работу на лыжной базе в парке имени Зернова. С сентября по декабрь рабочие из Саровского инженерного центра монтировали оборудование и занимались прокладкой сетей. Частично при старом директоре при Русине работы были оплачены, но ноябрь-декабрь, вообще, значит, за последние полгода у ДЭПа было сменено пять директоров. Там творится полная неразбериха, никто ни за что не отвечает, значит, требования наши игнорируются, постоянно ищутся поводы, чтобы не заплатить. Мужчина утверждает, что платежные документы, которые его фирмам присылают, постоянно портят и требуют перевыпустить. Саровский инженерный центр переделал пять пакетов по 400 листов. Фирма не только не получила заработанные деньги, организация понесла убытки, заплатила налоги и заправила технику. Во время реконструкции на лыжной базе работало около 20 человек. Всем им нужно было выплатить зарплату. Если сейчас нам эти деньги не вернут, то мы будем до последнего, последние деньги отдавать на зарплату людям, потом мы будем заявить о банкротстве. Потому что сейчас работы в городе в январь месяц для строителей практически нет. Соответственно, мы делали денежный резерв на эти месяца, но нам этот денежный резерв не заплатили. Соответственно, мы вынуждены будем людей сокращать, предприятие банкротить. В ближайшие две недели, если вопрос не будет решен, организация обратится в арбитражный суд. С просьбой прокомментировать эту ситуацию мы обратились в администрацию. В муниципалитете ответили, что все дело в оформлении документов. Когда речь идет о нацпроектах, всю документацию тщательно выверяют. Но не у всех предприятий есть грамотные юристы, которые могли бы в сжатые сроки все подготовить. Проблемы с правильным заполнением бумаг возникли и у Саровского инженерного центра. Работы были выполнены в декабре. Договора и КАЭЦки, и документы все оформлялись январем. Но это неправильно. Работы были закрыты в декабре, и, соответственно, и подрядчик отчитался, и субподрядчик отчитался за эти работы в декабре месяц. Поэтому нужно было привести это в соответствие. По словам заместителя главы администрации, все договоры подписаны и заверены. Сумма определена. ДЭП перевел деньги. В течение нескольких дней средства поступят на счета организации. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Российские ученые разработали систему для тестирования на новый коронавирус. Сложности с диагностикой этого смертельного заболевания эксперты называют одной из причин его распространения. Тест-систему разработали в Роспотребнадзоре и уже получили регистрационное удостоверение. Болезнь будут выявлять на ранних стадиях при помощи метода полимеразной цепной реакции. В Роспотребнадзоре отметили, что региональные организации и ведомства уже обеспечены диагностическими системами для выявления коронавируса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩИ СМЕНЫ МИР ДОБРОТЫ Идея создания проекта, где актеры читают юным зрителям книги вслух, появилась у коллектива театра давно. И вот настало время его воплощения в жизнь. В новом проекте артисты будут использовать только один инструмент – свой голос. В первую очередь мы хотим донести слово. Может быть, будут какие-то у нас визуальные эффекты, может быть, мы будем использовать проекции, может быть, мы будем использовать какой-то реквизит, музыку живую или неживую, но главным останется слово. В первом спектакле в роли рассказчика выступит актриса Светлана Злобина. А там прочитают зрителям сказку Геннадия Циферова «Тайна запечного сверчка» о детстве австрийского композитора и музыканта-виртуоза Вольфанга Амадея Моцарта. Для посиделок за книгой большая сцена не подходит, поэтому специально для проекта в театре подготовили уголок с мягкими банкетками и подушками. Атмосферности добавляют настольные лампы и старинное кресло. Мы попытались создать его максимально уютным, максимально камерным, чтобы дети могли расслабиться и почувствовать себя почти как дома у бабушки. Проект не предусматривает динамичных действий, поэтому, чтобы юные зрители не заскучали, чтение дополняют игрой музыкантов. В живом исполнении будут звучать отрывки классических произведений. Кто из актеров в следующем займет место у настольной лампы и что прочитает, пока говорить рано. Мы рассчитываем на то, что это будут и другие актеры. Может быть, кто-то из них сам опять же предложит произведение, придумает, как его сделать. Нам бы хотелось, чтобы это были разные люди. С историей Вольфганга Амадея Моцарта юные саровчане смогут познакомиться в феврале. Без возрастных ограничений. Самый романтичный праздник. 14 февраля отмечают День всех влюбленных. На протяжении более полутора тысяч лет в этот день люди признаются друг другу в любви. Дарят валентинки с признаниями, предложениями руки и сердца или просто шутками. О том, как отмечать День всех влюбленных саровчане, выясняла наша съемочная группа. 14 февраля – День всех влюбленных. Как будут отмечать этот праздник саровчане и какие подарки будут дарить любимым, пойдемте узнавать. Что будете дарить в День святого Валентина своей любимой? Цветы, наверное, как обычно, конфеты. Вообще, как бы, праздник так не отмечаем, потому что рядом еще и другие праздники. А вообще, в этом году, наверное, еще фотосессия совместная будет. Цветы, шоколадки, шампанское. Ну, конфеты. Цветы. Самые распространенные. Хорошее настроение, удачу и большое количество тепла. Не обязательно дарить подарки. Нужно любить каждый день, а не раз в году. Важно дарить такие подарки, которые вы делали любимого богатым. А мы богаты духовно. Вы понимаете. Подарил коробку конфет и букет роз. А откуда вообще пришел к нам этот праздник и кто его придумал? Из Франции, наверное. Ну, из Европы. Ясное дело, из Европы. Во Франции все любят друг друга. И такие традиции дарить друг другу всякие подарки на 14 февраля. Я так услышал. Ну, это, насколько я помню, английский праздник. Там был священнослужитель, у которого вроде бы дочь влюбилась в своего возлюбленного. В общем, трагично все закончилось. Но в честь них назвали праздник всех цветов. Возьмем сначала, что это не русский праздник. Он пришел к нам из-за границы. С другой совсем страны. С Америки. Но мы, как патриоты, стараемся придерживаться наших отечественных праздников. Нашей традиции. Для нас, честно, это не праздник. 14 февраля. День влюбленных. Как будете праздновать? Ой, мы сейчас, во-первых, на пенсии. Мы сейчас потрудились дома. Сейчас погуляем. Придем, вкусненько пообедаем. Муж какой-то сюрприз приготовил. Обязательно. Ну, а я ему. Сколько лет? Я тобой очарована. И так колдована. И так колдована. Ты надежда моя и свет. Как будем праздновать? Придем домой, наготовимся. Поздравим детей. Все нормально будет. Самое главное – любовь проявлять к своим детям. Для вас опрос. Про день влюбленных проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова. Динамичные атаки и точные передачи. В очередном домашнем матче юные хоккеисты из Сарова приняли на своем льду команду «Кристалл» из Мурома. Встреча прошла в рамках первенства Нижегородской области по хоккею, среди юношей 2005-2006 годов рождения. Саровчане не смогли противостоять напору гостей. Игра закончилась со счетом 5-9 в пользу «Кристалла». Подробности в следующем репортаже. В Ледовом дворце в рамках областного первенства среди юношей 2005-2006 годов рождения встретились хоккеисты из Сарова и Мурома. В первом периоде хозяева поля взяли инициативу в свои руки и забили в ворота гостей три шайбы. Спустя несколько минут «Муромский Кристалл» забросил в ответ сразу пять. Во втором периоде команды обменялись голами. А третий отрезок игры показал, что муромцы настроены решительно. Динамичные атаки и точные передачи помогли команде забить еще три шайбы. В ответ гости получили одну. Матч закончился со счетом 5-9. Мне понравилось вначале, как мы начали играть. Хорошо сыграл вратарь ваш, Саровский. Ну, наши, мы должны были вас выигрывать. Ну, мы выходим в плей-офф. Вначале очень плохо начали. Потом раскачались и пошли голы. Хоккеисты Сарова не расстраиваются. Из-за проигрыша «Кристалл» сильная команда и победить ее сложно. По мнению наших хоккеистов, они значительно уступали сопернику в скорости. Первый период вели, потом сразу же начали нас отыгрывать. Плохо в защите у нас играют некоторые штатные. А так, в принципе, были равные силы. В первенстве Нижегородской области по хоккей среди юношей 2005-2006 года рождения принимают участие 17 команд. Их разделили на две группы А и Б. Каждой предстояло сыграть две игры. Одну дома, одну на выезде. В этом году участие в первенстве для саровчан закончено. Но спортсмены не расстраиваются. В планах у ребят в следующем году отыграться и войти в тройку призеров. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова